Капитуляция. Полная и безоговорочная. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Всемирную Организацию Здравоохранения усмирить попытки Киева препятствовать спецоперации. Он обратился к гендиректору ВОЗ и попросил оказать влияние на украинскую власть, чтобы она не препятствовала реализации мер России по защите Донбасса. Что тут сказать? Канадчикова дача, да и только. Как там у Высоцкого? Уколоться и забыться. Похоже, там уже весь набор. Курят, нюхают, колются. Потом смотрят телевизор, который доктор Маргулис забыл отключить. Ну и выдают перлы на потоки. То про этническое оружие, то про рецепт борща. Вот додумались в ВОЗ написать. С уважением, дата, подпись. Отвечайте нам. А то, если вы не отзоветесь, мы напишем в спорт лото. Если бы не война, уносящая ежедневно десятки человеческих жизней, можно было бы посмеяться и забыть. Ну, хотят они жить в изоляции и в прошлом. Бог с ними. Пусть себе ездят на москвичах и маршируют под барабанную дробь пионеры. Придумывали бы весь этот бред и рассказывали его друг другу. Зачем же лезть ко всем остальным со своим назад в СССР? А тем более развязывать преступную войну в соседней стране, которая явно не собиралась обратно в СССР. А совсем даже наоборот. Зачем было придумывать все эти сказки про нацистов в Украине и что НАТО подкрадывалось незаметно? Вот теперь очень даже заметно и совсем рядом. Но в Швеции и Финляндии НАТО не представляет непосредственной угрозы. А вот в Украине могло бы представлять. Так с кем воюет Россия? С нацистами или с НАТО? Нацистов так и не обнаружили за три месяца войны. НАТО тоже. Хотя из зомбоящика периодически говорят и то, и другое. Сейчас попробуют придумать и слепить нацистов из пленных с Азов стали. Кого-то, возможно, сломают и заставят говорить какие-то вещи. Проблема в том, что это все опять будет исключительно для внутреннего употребления. Для сохранения иллюзорной тотальной поддержки ватников. Вне России этому никто уже не поверит. Всему миру совершенно отчетливо видно, кто именно страна-агрессор и кто использует чисто нацистские методы ведения войны. Так что новая сказка про нацистов не приведет ни к чему новому. Ну, промаршируют старые и новые пионеры и выстроятся в эсэсовский знак букву ЗЮ. Ну, порезвятся картонные дурилки в передачах у Соловьева и Скобеевой. Ну вот и все. Хотя думские юродивые уже предлагают отменить запрет смертной казни специально для пленных с Азов стали. С такого законодательного стада станется. Только тем самым Россия поставит окончательную и жирную точку в локализации нацизма. А пока посол в Соединенных Штатах заявил буквально следующее. Американцы со всех сторон в принципе подталкивают нас к переговорам, но при определенных условиях. Во-первых, прекратить военные действия в ходе специальной военной операции. Второе, отвезти наши войска за линию до 24 февраля сего года. Третье, покаяться за все содеянное. Разумеется, мы твердо и ясно говорим. Я однозначно в этом уверен. Такой капитуляции не будет. Никогда не будет. Мы никогда не сдадимся. Не отойдем назад. Сказал посол США. Итак, впервые за время войны прозвучало слово «капитуляция». И от кого? От посла России в США. И это не просто оговорка по Фрейду. Раз есть разговоры посла о невозможности капитуляции, значит есть и война. Некоторых западных лидеров, носящихся с оливковой ветвью и рассказывающих о необходимости сохранить лицо фюреру, следует свозить в Мариуполь на экскурсию к адыровцам. Это бы их сразу отрезвило. Будет, несомненно, и отвод войск. И вовсе не за линию до 24 февраля, а за линию до 2014 года. Будет и разгром армии агрессора. Будет и капитуляция. Полная и безоговорочная.